Весь месяц мы рассказывали вам о температурных качелях и изменчивой сибирской погоде. И, как видите, не обманули. Вот он температурный график на декабрь. По схеме видно, что в первой половине месяца декабрь испытывал нас на прочность. До минус 30 доходили морозы, а вот во второй половине декабря заметно потеплело. На последние дни декабря прогноз такой. Сегодня ночью минус 20, минус 22, днём минус 15, минус 17. Комфортно, тепло, можно было бы, конечно, сходить прогуляться, если бы не нужно было готовить новогодний стол. С 30 на 31, 21-23 градуса ниже нуля и примерно минус 13 днём. В новогоднюю ночь нас пугали 30-ти градусными морозами, но по всем прогнозам, похоже, будет не ниже минус 20. А вот график на январь выглядит примерно так. В первой половине января до 10-14 числа температура будет выше нормы, то есть теплее. А во второй половине снова придут морозы до минус 21. Но это ещё далеко, всё может скорректироваться. Всё, что мы с вами знаем точно, что в первой половине месяца будет довольно-таки тепло. Среднесуточная температура примерно минус 6. Хоть на шашлыки, на природу, на новогодние праздники, но для любителей активного спорта есть идея получше. Для любителей горных лыж можно отправиться в Ергаки, другие горнолыжные базы. Но с учётом, если будет восточный ветер в горах, то там будет ветер посильнее. То есть в горах Ергака, в частности, ветер восточного направления, он посильнее, чем, например, минусинский бывает. Прогноз от МЧС предельно прост. Каждый год наблюдается всплеск техногенных пожаров. Но это те, которые по вине человека. Так что, дабы избежать неприятных последствий и ненароком не испортить праздник себе и окружающим, соблюдайте простые правила безопасности. Люди, во-первых, долгое время будут проводить дома. Во-вторых, всё это будет сопровождаться празднованием, соответственно, с горячительными напитками, в том числе и выезд городских жителей в какие-то загородные дома. В текущем году у нас уже более 8,5 тысяч пожаров, на которых погибло 200 человек. И 200 человек травмировано. Самое распространённое явление – это, конечно же, новогодние фейерверки и бенгальские огни. Покупайте только сертифицированную пиротехнику и держите дистанцию. Стефания Микишова, Никита Сегай. Новости Прима.